Испытание стабильности образ грядущего сквозь призму такого важного региона, как Омская область. Мы вместе со страной достигли возраста 33 лет, когда можно делать выводы. Здравствуйте, это проект Омск. Наша эра. Сегодня год 2002. Убит Хаттаб, переписали население, Калининград блокирован, радикальное обрезание, избран третий созыв Омского городского совета. Работу в таком важном регионе, как Омская область. Завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. В туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Я укажу. Своё дело, дело честно. Главная перестройка. Успешно продолжается контртеррористическая операция в Чечне. Ликвидирован видный полевой командир Хаттаб. Операцию провели российские спецслужбы. Иорданец Хаттаб был ярким подтверждением тому, что Россия столкнулась с международным терроризмом на Кавказе. Незадолго до смерти Хаттаб собирался отправиться в Афганистан, чтобы помочь Усами Бен Ладену, цитата, «убивать жирных американцев». От завербованного агента полевой командир получил письмо с нервно-паралитическим газом. После отравления Хаттаб скончался. Полевой командир являлся одним из заказчиков терактов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. В 2002-м проходит первая в истории современной России перепись. В последний раз нас переписывали в 1989 году. Тогда насчитали 148 миллионов человек в РСФСР. Теперь россиян 145 миллионов. Перепись позволяла сделать выводы не только о количестве населения, но и о его качестве. Те, кто беден, отказываются переписываться до изменений к лучшему. А те, кто богат, предпочитают об этом не сообщать. Официально становится понятно, что русская деревня умирает. Зато растет Москва и республики Кавказа, где много рожают. Российский Калининград оказывается отрезан от большой земли территории Евросоюза. Польша уже в ЕС, а Литва готовится туда вступить. Получается, что по земле придется ездить, оформляя шенгенскую визу. Президент Владимир Путин предлагает Евросоюзу беспрецедентный шаг – взаимную полную отмену виз. Европейцы оказываются не готовы пойти на это, вводя упрощенную визу для жителей Калининградской области. Запускается паромная переправа в Ленинградскую область. Вхождение в экономические объединения бывших советских республик еще можно простить. Но расширение НАТО на восток становится болезненным. Литва, Латвия и Эстония получают приглашение о вступлении в 2002 году. Военный блок достигает границ России. Устав от вопросов про Чечню, президент России посылает четкий сигнал всему западному миру. Владимир Путин дает понять, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Мирная жизнь в еще недавно мятежной автономии начинает налаживаться. Понятно, что это не нравится западным кураторам, сепаратистов и бандитов. Они и дальше заинтересованы в том, чтобы расшатывать ситуацию внутри России с помощью террористов. Избран третий созыв Омского городского совета. Этим депутатам пришлось легче, чем их предшественникам, поскольку обстановка в стране стабилизировалась. Экономическую основу местного самоуправления укрепляли распродажи муниципального имущества. Этот созыв городского совета впервые занялся разработкой целевых программ, которые отображали 10 важных социальных направлений. Депутаты приняли устав города Омска, который на то время считался одним из самых передовых в стране. Владимир Путин ведет бескомпромиссную борьбу с терроризмом. Уйти безнаказанным не удастся ни одному бандиту. Президент протягивал Евросоюзу руку, чтобы сделать взаимную отмену виз. Но Старый Свет отказался от сотрудничества с Россией. Те, кто пытались учить нас демократии, получили жесткую отповедь. Это был 2002 год. В следующем году случился конфликт на кассе Тузли. Абрамович купил Челси. Дело Юкоса. Война в Ираке. Омск принял форум «Россия-Казахстан». До скорой встречи. Увидимся. Пока.